заброшь 2020 и вот надо уже немножко под закончить персонажа не стал я показывать и комментировать как делать руки голову и ноги но вот тело надо наверно немного под рассказать так давайте добавим теперь append добавим сферу да наверно сферу все таки а левая кнопка мыши отдаляет приближает опускаем за желтый квадратик уменьшаем здесь где-то будет таз у него если что потом откорректируем и каким образом нужно здесь все сделать да берем попробуем вот таким вот образом чуть-чуть все это дело вытянем вот так вот теперь делаем дубликат сразу со сфер построим тело где-то так тут шея будет что-то вот таком духе ну еще одно сделаем это дубликат и опустим ее вот сюда вот типа из нее сделаем ногу вот так и немножко вытянем чуть-чуть приблизим вперед так вот так смотрим теперь что-то так это уже часть пойдет находим вот эту часть немножко ее пониже опускаем вот так ну и сделаем манипуляции полностью сейчас вот это все по вычитаем нужно не нужно конечно есть потом здесь побольше вот так сюда вытянем чуть-чуть потом долепим так это значит у нас таз ну давайте сказанное париться дюжит не будем а просто возьмем да обрежем как надо так трим рекс ну где-то вот так здесь не надо сразу делаем мира and well вот так немножко сплю с ним и опустим вот так где-то вот сюда ну в принципе пойдет ну а тело наверное нужно будет подкорректировать именно мофт опологи а потом уже будем разбираться что да как мофт опологи симметрию можно ставить можно нет это анализ к x так сразу наметим как бы плечи наметим как бы вот эту часть тоже смотрим чтобы он смотрим чтобы он рахитом не был на ноги чуть-чуть еще побольше тазом приподнять так значит это делаем поменьше вот так здесь уже будет пояс сделаем геометрии сделаем дай нам с шифт для кнопки мыши немножко все это делая вот так подгоним голову потом подтянем руки надо сделать побольше ему делаем мофт и вот этот скайл что-то в таком духе так близко приближать не надо наверное сейчас вот если вот так вот делать ну вот так сделаем попробуем геометрии так модифита позже мира and well ну вроде нормально вот такая штука и вот можно теперь сделать дубликат вот этому рукам делаем дубликат и опускаем их вниз именно до тела вот до этого и сделаем вот этим рукам вычитание поставим объединим с телом делаем merge down и делаем вычитание control левая кнопка мыши так смотрим что получилось ну в принципе пока пойдет потом придется еще повторить наверное ну а здесь что можно сделать здесь уже должен быть пояс и вот этот таз наверное немножко приподнимем к верху где-то вот так найдем ногу и ногу немножко тоже как бы подкорректируем вот таким вот образом так сделаем ей тоже дайна merge чтоб потом не забыть и вот тут такая штука чтобы нога нормально смотрелась наверное лучше добавить ей сферу append добавляем сферу переключаемся на нее и подставим ее ровно чтобы уже красиво все было делаем уменьшение выводим на таз вот сюда вот так где-то подставляем немножко сплю с ним ну вот таким вот образом вот так немножко и как-то вот в таком духе так теперь находим вот эту ляжку немножко ее тут тоже подсобачим вот так подкорректируем по ноге здесь чуть-чуть побольше можно здесь конечно еще добавить цилиндры как бы тут переходная эта штука вот так вот и здесь можно ее будет потом вычистить объединяем теперь вот это все делаем merge down делаем всему этому дайна merge соединяем их типа склеиваем ну вот охеренно получилось даже таз есть вот теперь нужно поработать с самим вот этим тазом его немножко наверно нужно сплюснуть вот таким вот образом вот сделать ему модифицируем 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 аплоджи так цилиндру так цилиндру сразу делаем геометрию на 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 дайна мэш находим его вот тут он да опускаем перекручиваем и уменьшаем сплю с ним подведем вот сюда вот к низу еще уменьшим смотрим что у нас тут получается вообще где то вот так еще уменьшим и немножко вот так вот подставим смотрим чтобы она ровненько стала еще желательно чтобы диаметр попал так нормально все и теперь вот эту часть control левая кнопка мыши переводим вот сюда вот получается находим саму ногу уменьшаем draw size и вот это все как бы слепляем слепляем что ли вот сюда часть накидываем типа вперед как колено будет задняя часть в принципе не нужна ну а вот эта часть должна слепиться с этой так смотрим ну что-то в таком духе и делаем merge down и делаем геометрии dynamesh так все мы это дело слепили немножко подгладим вот вот теперь надо вот теперь верю ну ногу нужно тут еще немножко подкорректировать добавим append добавим сферу n сферу можно найти чтобы не лазить с обтулом move опускаем сферу уменьшаем ее так так пока можно отключить еще так вот это все дело делаем ну и можно ее тут вот так как бы закрепить опять же соединить вот с ногой делаем так давайте ногу выберем эту merge down все ну теперь всему этому конечно же modify topology mirror and will ну в принципе нормально надо было поменьше эти сделать пойдет и разъединить конечно ноги подальше что ли надо было подальше исправим как бы вот так вот сделаем ногу уводим подальше следом выбираем н выбираем ноги ногу тоже уводим подальше вот эту часть можно замаскировать control w выбрать вот эту ногу так и теперь геометрии bell hidden mirror and will и вот этой ноге где она тут находится n сделаем геометрии мира and will ну вот теперь нормально теперь находим таз что-то в таком духе его нужно еще конечно вот так сделать приподним ctrl z n находим таз немножко его приподнимаем ну и в принципе можно вот так его срезать и еще побольше как бы так чтобы он выделял саш так делаем геометрии мира and will теперь можно даже его как-то дай нам мышим пройтись и все это дело так не маска а shift левая кнопка мыши вот так подгладить нормально он сзади смотрится так нам нужно теперь вот это здесь добавляем append добавляем цилиндр n переключаемся на цилиндр делаем сразу дай нам и move alt левая кнопка мыши опускаем уменьшаем делаем что-то вот похожее вот на это дело ну все все нормально н голова немножко уводим подальше можно немножко приподнять и как-то вот так чтобы более-менее симметричный был и вот эти ноги по-моему придется еще увеличивать вытягивать сейчас все посмотрим так теперь добавляем вот эту ту журку давайте вот это тоже объединим так где тут вот оно тело вниз опускаем и объединяем ее с цилиндром вот так ну а теперь можно ту журку эту нарисовать control как-то вот так наверное что вы 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 но теперь делаем экстракт принципе пойдет и делаем снимаем маску и делаем геометри модифика позже мира теперь все это дело давайте выгладим а здесь еще нужно будет нам залепливать пролепливать так ну а теперь можно сделать воротник он взят рисуем вот такой пышный воротник делаем control и его поднимаем ну и желательно конечно его сделать поменьше потоньше это сейчас уже подкорректируем так что у нас тут выходит это все закроется не беда воротник немного подкорректируем сделаем дай на мышь всему этому делу еще немножко все это выгладим модифика по миру и вот эту часть вот как бы вот сюда мира и все это дело нужно пролепить будет где-то добавить а добавить нужно вот у меня тут низ исчез нужно x английская так вот что-то в таком духе собираем всю модель смотрим чтобы здесь здесь же еще ремни будет здесь нужно вот это все дело пролепить 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 будем браш открываем так находим автомаскинг и ставим box face mask чтобы рисовалась правильно так вот только на эту кисточку так контроль z ставим двоечку и как бы вот так все это дело здесь пролеплю смотрим чтобы горб не получился и ну в принципе нормально идет сохранение теперь поработаем немножко с воротником alt немножко наметим вот эту грань прогладим ее а теперь кисточку побольше и не боимся лепим короче такой у него воротник такой у него воротник так мофта apology нужная и отключить вот это то что я включил баг face mask так иначе она тут делов понатворит геометрии модифитополжен мира and well так есть такое дело воротник еще здесь сзади повыше немножко выгладим все это будет еще пролепливаться вот эту часть побольше кисточку вот сюда как бы закинуть на плечо чтоб красивее было так ну вот уже рутофан есть в принципе боец оформлен нужно теперь добавить ремень разобраться с размером вот эти ноги корректировать и будет в принципе все нормально так гранат еще нужно добавить так немножко вот так вот добавим вот таким вот образом ну и можно еще майку ему добавить давайте майку добавим маску снимем и вот так вот замаскируем так в принципе вот так вот можно поработать делаем ctrl x симметрия здесь ctrl alt смотрим что да как ctrl alt это тоже часть в принципе пойдет вся просто замазывается все равно у нас сольется делаем теперь экстракт немножко потоньше вот теперь нормально снимаем маску выбираем вот эту часть маску можно снять так теперь выбираем майку все дело выглаживаем число нажимаем в кем и сыно видим к encima сделать Делаем теперь Ctrl-W, одну полигруппу и делаем в геометре GainoMesh. Вот такая кака получается. Ctrl-Z. Ну а мы это все дело обыграем. Найдем теперь деформацию. Инфлатом немножко поднадуем. А теперь можно и GainoMesh. Вот теперь нормально. Так, через Shift все дело подставляем. Майка уже оформлена. Чуть-чуть тут еще надо будет с воротником поработать. Ну а теперь добавляем ремень. Добавляем, можно его нарисовать конечно кистью. Ну, не знаю получится. Нет, в принципе смысла нет его так рисовать. Давайте Append. Просто добавим цилиндр. Как говорится, просто добавим воды. Все по-простому. Теперь просто сплю с ним. Где-то вот такой пусть ремень будет. И так как вот эта вот часть у нас тоже стерлинга. В принципе от ремня не отличить будет. Это если вот по телу идет там как-то. Вот так вот. Вот. И чуть-чуть повыше. Не знаю. Пониже тут на тазе будут эти стоять. Так, а если побольше сделать? Давайте вот так вот. Типа побольше. Немножко сплю с ним просто и вот так. Немножко перекрутим вот так. Ну а теперь намечаем Append. Намечаем куб. Выбираем N. Выбираем куб. Куб теперь можно плюснуть. Вот так вот. Сделать ему опять же в геометре Dynamesh. Это будет бляха. Еще немножко. С. Маленькую не делаем. И чуть-чуть ее вот так вот. Пусть побольше будет. А цивильней будет как бы. Ну а теперь нужен знак сюда. Как это будем делать? Давайте Альфу подгрузим. Найдем импорт Альфу. Я ее с модели именно с скриншот снял. Где она тут? Вот она. И просто по прошлым роликам нажмем To Mesh. Смотрим где то что она. Вот такая получилась заготовка. Вот такой брикет. И мы ее немножко сделаем потоньше. Ну и нужно ее, наверное, крем-ректом вот этим. Так. Так. Вот таким вот образом обрезать. В принципе, нормально. Находим теперь нашу вот эту цену. И подгружаем сюда. Находим вот эту нашу заготовку. Так. Ну и уж теперь нужно еще найти. Так. Это у нас бляха. Н. Находим вот эту нашу стекенцию. Вот она вверху. И подставляем ее к бляхе. Делаем S. Уменьшаем. То бишь. Немножко подгоняем. Смотрим. Ну вот как-то она так подсоединилась. Смотрим, чтобы она далеко не была от бляхи. Кстати, она далеко. Ну ничего. Мы ее растянем немножко. И усадим чуть-чуть вглубь. Вот так. Теперь объединил ее с самой бляхой. Так. Сначала бляху нужно, конечно же, сделать потоншую. Куда она такая. Но сильно тонкую не надо делать. Подсоединяем. Смотрим, чтобы не исчезла вот эта вот сама бляха. Пойдет. И делаем Merge Down. Ну а теперь уменьшаем. Делаем S. Смотрим. Смотрим. Находим теперь наш пояс. Вот так его чуть-чуть уменьшаем. И бляху подсаживаем чуть поглубже. Ну это на костюм еще увести вдаль. Ну а теперь добавляем подсумки. Опять же Open кубы пусть будут. Так. N. Включаем куб. Уменьшаем как бы вытягиваем как бы сплющиваем. И вот такой вот казус теперь будет получаться что вот эта ляжка вроде как бы и будет мешать. Криво ставить подсумки тоже не хотелось бы так они будут сильно маленькие. Так. Ну как бы вот так их надо. Так. Ноги надо будет немножко вниз опускать. Делаем теперь Control. Левая кнопка мыши перекручиваем и подставляем и подставляем. А подставляем вот сюда. И вот так вот устанавливаем. здесь вообще-то еще фляжка должна быть тут граната. Но в этом ролике я это все делать наверное уже не буду. Давайте вот эти подсумки для патронов чуть-чуть отзеркали. модиф это поджим мира and well. Так. Что еще тут добавить? В принципе все нормально тут нужно с ногами разобраться. Многи в принципе если разбираться не будут то можно объединить или делаем вот таким вот образом. Делаем как бы S как бы вытягиваем так и как бы вниз. Вот так вот. Можно их пониже опустить и вот с этим тазом чуть поработать. Так. Делаем теперь геометри мира and well и находим теперь N ноги и опускаем ноги ниже. Ну в принципе на игрушку становится похож. Так. Вот с этим тазом теперь надо разобраться. Вот с этим. Как-то он негармонично тут выглядит. добавим append и добавим cylinder. N cylinder делаем ему S в смысле move вот сюда так вставляем и уменьшаем. ну вот а теперь ремень можно чуть-чуть даже пониже опустить. так это бляха это вниз где-то вот сюда сам ремень немного до бляхи так чтобы видеть вот так как-то теперь под сумки тоже можно припустить немножко немножко вот до такого уровня ну и чтобы он как-то с ногами не был хреновый. Давайте ноги ему какой-то корректив. Ну вот ноги уже потолще, вроде получше будет теперь он выглядит. Так что теперь давайте еще рацию ему добавим. Добавляем куб, добавляем куб и сделаем рацию. Так где-то вот такая будет рация. Ну и дальномеши по примитиву давайте сделаем. Так уменьшаем Graph Size и делаем Ctrl, вытягиваем вот такую маску с боку. Вот таким образом здесь вытягиваем, маскируем. Сзади выделилась, заднюю часть вот так. Ctrl-Alt с левой кнопкой мыши очищаем. Ну и теперь делаем Ctrl и сочетание клавиш и вот это все вводим вглубь. Так снимаем маску. Опять же Ctrl выделяем маску. Здесь будет какой-нибудь таймер. Сзади опять же все это делаем Ctrl-Alt. Счищаем Ctrl-Alt. Делаем вот таким вот образом. Вот так. И добавим клавиш теперь. Так. А клавиши будем вот так добавлять, чтобы они одинаковые были. Вот таким вот образом выделяем. А теперь приблизительно Ctrl-Alt. А вот этой тоже примеряемся. Приблизительно. Пробел Ctrl-Alt. Ctrl-Alt. И так тоже пару кнопок вот таких. И пару кнопок побольше. Делаем Ctrl-Alt. Заднюю часть тоже замаскируем. А эти кнопки вытянем. Так, как-то левая кнопка мыши, чтобы видеть, насколько они вышли. Ну вот что-то в таком духе. Примитивно, но вкратце. Так, это все уменьшаем. Подставляем на персонажа. Вот сюда где-то. Ну ладно, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, добавим тогда и гранату. По примитиву опять же по Беликому. Так, со сферы сделаем, делаем N, выбираем сферу. Alt-Alt левое кнопка мыши. Мофт вытягиваем вперед. Вытягиваем вот так, типа граната. ctrl и делаем вытяжку вперед, маскируем вот эту часть и скайл так побольше скайл вот так вот делаем всему этому динамеш вот эту часть ctrl shift можно обрезать замаскировать ctrl и и опустить ее вниз ну и сделать s ну вот так конная граната буква какая делаем динамеш шифтом все это дело чуть-чуть погладим кстати ролики по гранатам тоже есть на канале двумя разными способами как все это делать делать так вот эту часть теперь маскируем граф сайт граф сайт поменьше делаем так ctrl 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 alt ctrl alt и продолжаем ну а теперь он про альт делаем ctrl и и раздуваем все это дело и шифтом все это выглаживаем снимаем маску примитивная такая граната сверху еще конечно надо сделать запальник этот вот так я сейчас подставим чуть-чуть перекрутить подогнать вот сюда вот так немножко вот таким вот образом и ctrl левая кнопка мыши пусть две будет так ну вот такой вот персонаж солдафон конечно я в своем репертуаре все делаю быстро надо конечно тут сидеть может неделю над ним чтобы он стал вообще шикарный единство что вот можно сделать это ноги отвести это n выбираем ноги немножко все это вот сюда и выбираем обувь тоже немножко ее назад отвести вот так вот смотрим что у нас по рукам ну в принципе n попробовать можно и руки отвести чуть-чуть вот уже прям и китель заиграл так ну больше делать руки по моему смысла нету так ну вот такой вот способ теперь раскраска доработка каких-то деталей где-то сзади что-то пролепить прорисовать ну в принципе вот персонаж готов все всем пока до свидания ну